Вечер романцев в 36-й музыкальной школе начался с визита врачей. Вместо пилюли и уколов они спели и прочитали стихи. В учебном заведении прошел необычный концерт. Опытные музыканты объединили усилия с любителями из музыкальной литературной гостиной Елена. Педагогам и зрителям 36-й музыкальной школы потребовалась срочная помощь врачей. Правда, не медицинская, а вокальная. Выступить вместе с профессиональными исполнителями на сцену вышла бригада единомышленников. Любители романцев из музыкальной литературной гостиной Елена. С удовольствием приняли это приглашение попробовать, как мы будем выглядеть на фоне профессионалов. Ну, вроде бы, не стыдно было. Ну, вот так вот. Мы настолько сдружили, что мы уже дружим с семьями и в отпуска ездим вместе. Профессионалы и непрофессионалы. Интересно наблюдать это, смотреть. Больше всего мне нравится, что непрофессионалы, они поют как бы сердцем. Конечно, может быть, у них есть какие-то неточности. Музыкальные врачи из литературной гостиной Елена репетируют в свободное время. В начале творческой карьеры выступали в больницах, позже вышли на городские сцены. Для Виктора Корчагина этот вечер стал юбилейным во всех смыслах. Я в 40 лет работаю врачом, акушер-гинекологом. 20 лет был главным врачом родильного дома. Сейчас работаю простым рядовым. 25 лет в нашей гостиной, 25 лет пою. Романцами медик интересуется со студенческой скамьи. Такая музыка не только украшает жизнь, но и способна излечивать, считает участник вечера. Прекрасная поэзия, там прекрасная музыка. Там каждое произведение – это маленький спектакль. Поэтому запоминается тем, что когда поешь, исполняешь, ты как будто переживаешь ту жизнь. Как взять ноту и эффективнее исполнить ту или иную песню, некоторые секреты гостям подсказали педагоги музыкальной школы. Теперь здесь планируют проводить встречи регулярно, чтобы и дальше угощать северодвинцев лекарством для души. Елена Киева, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Аплодисменты.